Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в моем новом видеоролике речь пойдет о судьбе и творчестве Андрея Миронова, советского актера театра и кино, артиста эстрады, народного артиста РСФСР. Родился Андрей Миронов, урожденный Минакер, 7 марта 1941 года в Москве, в семье известных эстрадных артистов. В 1948 году Андрей пошел в первый класс, а с конца 1940-х годов в СССР развернулась кампания по борьбе с космополитизмом, имевшая антисемитский характер, вследствие чего родители Андрея приняли решение сменить сыну фамилию с отцовской на материнскую, и в третий класс он уже пошел с фамилией матери. По воспоминаниям матери, в детстве он ничем не увлекался, одно время собирал марки, потом бросил. В девятом классе Андрей записался в школьную театральную студию, а позже в студию при Центральном детском театре. Окончив школу, поступил в училище имени Бориса Щукина при театре имени Вахтангова. В 1962 году окончил театральное училище с красным дипломом, после окончания был принят в труппу Московского театра «Сатиры», где проработал четверть века. Выступал как артист и певец на эстраде и телевидении. В кино снимался с 1962 года, первая роль Петр в фильме «А если это любовь» режиссера Юлии Райзмана. Фильм был резко принят критикой, которая обвинила его в безнравственности. Однако картина имела успех в прокате. В этом же году Миронову поступило предложение сняться в кинокомедии «Три плюс два» — фильме «Мой младший брат». Позже актер все больше и больше был занят в спектаклях театра и гастролировал с труппой по всей стране. В это же время на экраны выходит новая картина с участием актера «Берегись автомобиля», собравшая множество призов на иностранных кинофестивалях, состоялась премьера спектакля «Безумный день» или «Женитьбы фигаров» собравшего аншлаг, премьера фильма «Бриллиантовая рука», привлекшего рекордное число зрителей — 76 миллионов 700 тысяч человек. Позже на экраны выходят фильмы «Достояние республики», невероятные приключения итальянцев в России, быстро завоевавшие зрительские симпатии, на телевидении был показан водевиль «Соломенная шляпка», где Миронов играл Фединара. Веселого, неунывающего и дерзкого Миронова мы уже не увидим никогда, лишь его отблески будут вспыхивать то в одной, то в другой роли. Отчасти этот перелом объяснялся естественным переходом от молодости к зрелости, но в гораздо большей степени — сменой общественных настроений. Следом выходят фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке», не считая собаки. В 1980 году на экранах появляется фильм «Блондинка за углом», получивший негативные отзывы критики, позже Миронов замечал, что фильм оказался дискредитирован многочисленными редакциями и изменениями первоначального замысла. Худсоветлин фильма не принял «Блондинку за углом», следует пересъемке и перемонтаж, далее уже не принимает Газкино, опять пересъемка и переозвучивание. В том же году Андрей Миронов снимается в картине «Мой друг Иван Лапшин», в которой он порывается о своим кинематографическим образом, сложившемся в предыдущие годы. Алла Сурикова начинает работать над фильмом «Человек с бульвара Капуцинов». Несмотря на занятость в театре, Миронов соглашается на главную роль в этом фильме, найдя предложенный материал симпатичным. В мае 1971 года Андрей Миронов и актриса Екатерина Градова знакомятся, Миронов 29 июня делает ей официальное предложение, а 30 ноября того же года они женятся. 28 мая 1973 года у них родилась дочь Маша, ставшая впоследствии актрисой. Однако этот союз продлился недолго, и в 1976 году Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкина. 14 августа 1987 года во время гастролей театра в Риге, на спектакле «Безумный день» или «Женить бы Фигаро», Миронов потерял сознание на сцене. Актера доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. В течение двух дней проводились мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения, но не приходя в сознание 16 августа 1987 года Андрей Миронов скончался на 47-м году жизни. 21 июня 1990 года в Москве, на доме, где жил Андрей Миронов с 1941 по 1960 годы установлена мемориальная доска в его память. Это была первая дань его памяти. В 1993 году одна из малых планет номер 3624, которая при взгляде с Земли кажется крошечной звездочкой, получила имя Андрея Миронова. В том же году в Москве, в мемориальном доме Ермоловой начала действовать посвященная ему выставка. В октябре 1996 года в Санкт-Петербурге, на Большом проспекте 75-35, в доме некогда принадлежавшем деду Миронова, преданный друг артиста и талантливый антрепренер Рудольф Фурманов открыл театр русской антрепризы имени Андрея Миронова. Дорогие друзья, я благодарен вам за интерес к моим работам, которые вы выражаете своими лайками и комментариями. Всего вам наилучшего в жизни, дорогие мои.